Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Хочу всех своих зрительниц от всего сердца поздравить с началом весны, поздравить с женским праздником. Я желаю, чтобы с этого дня прямо-таки началось у вас весеннее настроение. Конечно же, в контексте моего канала хочу пожелать всем желания огромного наряжаться, но самое главное, самое главное, это побольше солнечных дней, потому что очень часто наше желание наряжаться, оно связано с количеством солнечных дней и солнца за окном. Желаю всем теплой весны, солнечной весны, модной весны, желаю всем чувствовать себя на фэшн-волне, желаю получить сегодня цветы, а также какие-нибудь приятные подарки. В Италии не принято дарить подарки, я тоже об этом рассказывала, не принято дарить какие-то большие букеты. Мимоза традиционно считается хорошим букетом, точнее традиционным букетом, веточка, именно веточка мимозы, которая прекрасно пахнет, считается традиционным цветком на день весны, так называемый, но на самом деле в Италии это тоже называется женским днем. то есть праздник женщин. Всех своих зрительниц прекрасных, а кто-то написал в комментариях, девчонки, поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Она очень хорошо владеет телом, знает, как его располагать относительно камеры. Она большая молодец, я сделала ей комплименты. И да, я завидую также тому, как люди свободно могут фотографироваться в общественных местах. Я сама всегда очень стесняюсь. Пока мои мальчишки гуляли по городу, я снимала и пыталась заснять себя, но куда только я не прислоняла свой телефон, всегда я входила только прямо-таки вот до половины. Поэтому, наверное, в другом влоге, а их будет несколько из этой поездки в Падуе, будет очень много снова стрит-стайла, будет очень много витрин. И будет также влог, как мы собирались, как мы ехали в Падуе, как я выбирала одежду, как я по цвету ее компоновала, расскажу немножко. И тогда я покажу непосредственно свои съемки с примерки, и вы сможете посмотреть, как же я была одета. А пока вот только таким образом я и смогла уместить себя в кадр. У нас сегодня двойной праздник, потому что помимо женского дня, который мы тоже отмечаем в семье, это отмечаем, кстати, очень скромно. Я сегодня получила цветок, цветок в горшке, как я люблю. Я не очень люблю букеты и приучила своего мужа не дарить мне букеты. Я традиционно не получаю никаких подарков на 8 марта, потому что не вижу в этом никакого смысла. В общем-то, я считаю, что если в семье, скажем так, есть определенный бюджет, и вы можете себе что-то позволить, то нет никакого смысла покупать это именно к 8 марта. Нужно прежде всего радовать себя, когда есть желание чем-то порадовать. А самое главное, ты знаешь, что да, вот это, если тебе подарят, то тебе это принесет радость. Я уже очень много лет не получаю никаких подарков на 8 марта. Получаю цветок в горшке и очень-очень этому рада. Рада, но в нашей семье двойной праздник, потому что сегодня Данечке исполнилось 4 года. И вы не представляете, как я научилась переживать это счастье, как, наверное, когда-то я чувствовала в детстве. Вот этих детских дней рождения, они меня захватывают. Я чувствую, как мои дети ждут подарков от нас, и я с радостью их выбираю. Вчера я поехала заказывать торт. Точнее, я заказала его заранее, тоже рассказывала, показывала. Но вчера я поехала его забрать. Кстати, вчера, удивительно, но факт, я встретила большое количество красиво одетых людей. И посмотрите, как красиво одеты люди, когда они просто идут. Например, одну сеньору я встретила, она выгуливала собачку. И другую сеньору я встретила прямо-таки у дома. Она шла, если не ошибаюсь, в парикмахерскую. При этом, на мой взгляд, у нее все и так в порядке с волосами. И я встретила прекрасную девушку. Она согласилась, дала мне разрешение ее сфотографировать. Она просто пришла что-то тоже забирать, покупать в пастичерии, то есть кондитерской. Еще раз желаю всем своим зрителям, зрительницам прежде всего, хорошего настроения. На самом деле, я хочу передать вам свое хорошее настроение. Мы наконец-то выехали в Паду и всей семьей. Было очень тепло, была прекрасная погода. Я очень много красивого увидела и смогла заснять. Всех обнимаю, всем сердечный привет. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.